В Москве арестованная бывшая помощница вице-премьера Дворковича и гражданин США Джейн Спектр. Его обвиняют в посредничестве при идаче взяток Анастасии Алексеевой, как заявил бизнес-фм адвокат Спектра. Обвинение связано с лоббированием интересов России ряда фармкомпаний. Сам бывший шеф Алексеевой Аркадий Дворкович ныне является сопредседателем фонда Сколково. Очередной громкий коррупционный скандал. Бывшая помощница экс-вице-премьера Дворковича Анастасия Алексеева арестована по обвинению в получении взяток в виде путевок на сумму в 4 миллиона рублей. Речь о турах на Новый год и майские праздники в Таиланде и Доминикану, которые, по данным следствия, она получила в 15-16 годах. Свою вину она не признает. В ноябре 2018 Анастасия Алексеева была уволена за слив в прессу информации из внутренней переписки правительства. На момент увольнения она работала в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова. В период, когда она предположительно получила взятку, она работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. А до этого занимала пост советника Департамента соцразвития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. Это ведомство с 2004 года возглавлял также Дворкович. По версии следствия, взятка датери, директора по корпоративным опросам ООО «Проммет» ДМ Максим Никушкин, занимавший с 2014 по 2017 годы должность гендиректора ООО «Проммет РУС», а также советник гендиректора ООО «Арфарм» Вадим Белоножко. Следствие подозревает в посредничестве передачи взятки гражданина США Джина Мирона Спектра, который также арестован на два месяца. Спектра рассказал в суде, что родился в Ленинграде, а в переводе на русский он, Евгений Миронович, просил суд отпустить его под залог до 5 миллионов рублей, либо отправить под домашний арест. При этом подчеркнул, что не признает вину. Его адвокат Михаил Ратнер заявил в «Бизнес.ФМ», что уголовное дело в отношении Алексеевой связано с лоббированием интересов фармкомпаний. Его подзащитные даже не знакомы с взяткодателями, но поддерживал знакомство с Алексеевой. И, цитата, «под замес попал случайно». Ратнер заявил, что Спектр был поражен масштабами следствия. В деле участвовали спецслужбы, спецназ, была создана специальная следственная группа, проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге. Известно, что ранее Спектр занимал должность председателя совета директоров компании «Медполимер». В 2017 году издание «Медуза» выпустило расследование о том, как эта компания стала монополистом на рынке поставок изделий из пластика для медорганизаций. Госпустя правительство лишило ее этого статуса. Что скрывается за делом экс-помощницы и экс-вице-премьера? И можно ли на нынешнее расследование быть пробным мечом в отношении самого Аркадия Дворковича? Комментарий директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина. Пока речь не идет о господине Дворковича, но сам факт возникновения претензий к его бывшему сотруднику, конечно, представляет серьезную потенциальную угрозу для господина Дворковича. К тому же в 2018 году при формировании нового состава правительства, где волномочия практически всех игроков были пролонгированы, в том числе и господина Медведева с его командой, господин Дворкович не вошел. И причиной якобы стала некоторая папочка, которую силовики предъявили сначала Владимиру Путину, а потом Владимир Путин предъявил господину Медведеву. В этой папочке был материал, против которого даже господин Медведев, несмотря на неформальный статус Дворковича как наиболее приближенного к нему игрока, даже господин Медведев с учетом этих обстоятельств не смог покрыть эту карту. Возникает вопрос, а вот предъявление, возникновение этих претензий к бывшей помощнице господина Дворковича, это материал этой самой папочки или какой-то другой сюжет? Если это какой-то другой сюжет, это сигнал для того, что господину Дворковичу пора насторожиться. Если же это материал из той самой папочки, то это очень серьезный негативный сигнал, потому что по той схеме, которую используют силовики в России, они сначала берут в оборот окружение того фигуранта, который их интересует, потом пытаются скрутить это окружение на информацию о различного рода схемах, потоках и все прочее, для того, чтобы подобраться к самому фигуранту. У господина Дворковича ресурс в виде господина Медведева отчасти лишился своих возможностей после отставки с поста главы правительства с учетом того, что господин Медведев сейчас в достаточно неоднозначной ситуации. И с учетом того, что господин Медведев не сумел отстоять господину Дворковича в апреле 2018 года при подготовке к формированию правительства, то вопрос, а тем более сейчас сумеет господин Медведев как-то включиться в этот процесс, или тоже не сможет и не захочет. Павел Салин. В настоящее время Аркадий Дворкович, под чьим началом работал Алексеева, является сопредседателем фонда «Сколково» и президентом ФИДЭ. В 2015-2016 годах в должности вице-премьера он курировал сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику. Известно, что чиновник летает частными джетами. Так, всего год назад в сеть попал резонансный ролик с вечеринки, снятой во время авиаперелета. Того же Дворковича, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, в компании зампреда ВЭБа Наталья Тимакова и замглавы аппарата правительства Марины Янтальцевой. Они поднимали на борту джета тосты и пели песни. А каких-то конкретных претензий к стоимости перелета у проверяющих структур тогда не возникло. В настоящее время Аркадий Дворкович недоступен для комментариев.